В Progress.me вы можете не только использовать готовые уроки из нашего каталога, но и создавать собственные курсы и уроки при помощи удобного и гибкого конструктора материалов. Вам не потребуются навыки программирования или другие специальные технические знания, чтобы создать полноценный интерактивный урок. Все делается легко и быстро при помощи большого разнообразия шаблонов, которые охватывают все виды деятельности на уроках иностранного языка. Создавайте тексты с пропущенными словами, встраивайте в урок аудио, видео, картинки или гиф-анимации, добавляйте тесты и упражнения на отработку лексики и грамматики, проверяйте письменные и даже записанные внутри платформы устные ответы своих учеников. Возможности ограничены только вашим воображением. Реализуйте свои творческие замыслы в Progress.me и удивляйте учеников красивыми авторскими уроками. На платформе Progress.me вы можете создавать собственные уникальные уроки и объединять их в личные курсы. Они не будут отображаться в общем каталоге и вы сами сможете решить, кому предоставить доступ к вашим урокам. Чтобы создать свой личный курс, перейдите во вкладку Materials и в ней переключитесь на раздел Personal Courses. Далее нажмите кнопку Create Course. В открывшемся окне обязательно введите название курса и выберите из списка изучаемый язык. По желанию вы можете добавить изображение курса и его описание. Переключатель Sections позволяет разделить курс на дополнительные модули, внутри которых будут располагаться уроки, как файлы в папках. Вот так будет выглядеть структура курса, если этот переключатель не активен. А вот так, если активен. После того, как вы введете всю необходимую информацию, нажмите Create Course. Чтобы изменить настройки, откройте свой курс и в этом меню выберите пункт Edit. Вы снова видите окно настроек, в котором можно ввести необходимые изменения. Для того, чтобы удалить курс, в этом меню выберите пункт Delete. Принимайте это решение осторожно. После удаления ваш курс будет невозможно восстановить. Сейчас вы научитесь выстраивать структуру личного курса на Progress.me. В этом курсе включено деление на разделы и первый раздел создается автоматически. Его можно переименовать и добавить картинку. Это делается по нажатии кнопки Edit рядом с разделом. Введите нужное имя и выберите необходимую картинку из памяти вашего устройства. Затем нажмите Save Changes. Чтобы создать новый модуль, нажмите Create New Block. Вы можете повторять эту процедуру, пока не создадите необходимое вам количество разделов. Внутри каждого раздела можно создавать уроки. Для этого разверните раздел и нажмите Create New Unit. Обязательно нужно указать название урока. По желанию можно добавить картинку и описание. После создания урока вы войдете в режим редактирования. Теперь можно наполнить урок упражнениями или вернуться назад, чтобы продолжить создавать структуру курса. Давайте это сделаем. Нажмите Create New Unit и повторяйте ранее изученное действие столько, сколько потребуется. Предположим, вы таким образом создали курс, состоящий из пяти модулей, в каждом из которых по пять уроков. Теперь посмотрим, как выстроить структуру самого урока. Кликните по уроку, который хотите наполнить, чтобы открыть режим предварительного просмотра и редактирования. Урок можно делить на разделы согласно его этапам. Чтобы переименовать раздел, нажмите на заголовок в рабочей области и введите новое название. Чтобы создать новый раздел, в правой части нажмите Create New Section и точно так же введите его название. Таким образом создавайте столько разделов, сколько хотите включить в ваш урок. В каждом уроке также есть особый раздел – Exercises for Homework. Упражнения, добавленные сюда, не будут видны ученикам до тех пор, пока вы не добавите их в качестве домашнего задания. Подробнее о том, как это делается, смотрите в видео о работе в виртуальном классе. Итак, вы создали структуру своего курса и урока, теперь вы готовы наполнить его заданиями и упражнениями. Чтобы добавить упражнения, нажмите кнопку Add New Exercise и выберите нужный шаблон из списка. Прежде чем говорить о каждом шаблоне в отдельности, давайте рассмотрим их общие черты. Большинство шаблонов состоит из двух полей для ввода. В верхнем можно ввести инструкцию для упражнения. Если это поле оставить пустым, то шаблону не будет присвоен номер и у него не будет отдельного задания. В нижнем блоке располагается практическая часть упражнения. Этот вид будет отличаться в зависимости от выбранного шаблона. Вы всегда можете быстро получить подсказку о том, как оформить конкретный шаблон при наведении курсора на символ вопросительного знака. Теперь подробнее поговорим о каждом виде шаблона. Шаблон Pictures используется для того, чтобы вставить одно или несколько картинок. Есть два типа отображения картинок. По умолчанию выбран тип Opening One After Another. В нем картинки загрузятся с исходным соотношением сторон и будут располагаться друг под другом. Сами картинки можно добавить в этот шаблон несколькими способами. Можно выбрать Google Image Search и при помощи ключевых слов поискать нужное изображение в картинках Google. Также можно выбрать Upload Image и указать путь к картинке на своем компьютере. Чтобы ускорить перенос картинок с компьютера, можно просто перетаскивать их из папки или вставлять из буфера обмена. Кроме того, можно сделать снимок любой части экрана и добавить его в этот шаблон. Если вы пользуетесь Windows 10, нажмите сочетание клавиш Windows, Shift и S. Выделите необходимую область экрана. Затем вставьте этот скриншот в шаблон, нажав Ctrl V. При необходимости к картинкам можно добавить подписи. Вот так будет выглядеть готовое упражнение. Вы видите первую добавленную картинку, а после нажатия на кнопку Show Pictures сможете посмотреть остальные. Кнопка Hide Pictures снова скрывает все картинки, кроме первой. Если вы не хотите, чтобы ваши картинки скрывались, а просто отображались друг по другам, добавьте их, используя несколько шаблонов Pictures подряд и оставляя поле задания пустым. Если при создании упражнения выбрать тип отображения «Карусель», то необходимо будет указать отображаемую область с заданным заранее соотношением сторон. Если в такой вид галереи загрузить несколько картинок, то они будут пролистываться не сверху вниз, а влево и вправо. Такой вид можно использовать, например, для того, чтобы добавить небольшую презентацию. Вы и ваши ученики можете рисовать на картинках. Для этого наведите на них курсор, и в левом нижнем углу появится меню. В нем можно выбрать инструмент для рисования – карандаш, стрелку или прямоугольник, а также цвет и размер линии. Рисуйте прямо на картинке при помощи мыши. Результат будет отображаться у вас и у вашего ученика в виртуальном классе. Чтобы отменить последние изменения, нажмите на эту стрелочку. А чтобы удалить все рисунки, в меню инструментов выберите «Delete everything». Если в качестве картинки добавить однородный фон, то эту область можно использовать в качестве доски для рисования. Шаблон «GIF» позволяет добавить в урок короткую анимацию. Вы можете быстро найти необходимую анимацию через встроенный сервис поиска. Также можно добавить файл в формате «GIF» со своего компьютера. При необходимости можно добавить описание. При помощи шаблона «Видео» вы можете добавлять в свой урок видео из разных источников, таких как YouTube, Google Drive, ВКонтакте, Vimeo или TED. Чтобы видео отобразилось в уроке, необходимо добавить ссылку на него в это поле. Давайте подробнее рассмотрим добавление видео из каждого доступного сервиса. Откройте видео, которое нужно интегрировать в урок, и нажмите «Share» — «Поделиться». Если вы хотите, чтобы видео проигрывалось не сначала, поставьте галочку в нижнем левом углу и выберите время, с которого хотите начать просмотр. Эту функцию удобно использовать, если вы хотите пропустить долгое вступление или сразу начать с нужного момента в длинном ролике. Скопируйте полученную ссылку и вставьте ее в шаблон «Видео» в ProgressMe. При необходимости укажите название видео. После сохранения это видео будет добавлено в ваш урок. Если у вас есть загруженное видео на Google Drive, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите пункт «Получить ссылку» — «Get Link». Предоставьте разрешение на просмотр любому человеку, у которого есть ссылка. После этого скопируйте ее и вставьте в шаблон «Видео». Теперь вы сможете просматривать это видео в вашем уроке. Под видео ВКонтакте найдите кнопку «Поделиться» и нажмите на нее. Зайдите во вкладку «Экспортировать». Там вы увидите длинный код, просто копируйте его и вставьте шаблон на платформе. Платформа сразу отобразит это видео в вашем уроке. На сайте TED кнопка «Share» находится на самом видео. Вот так она выглядит. Нажмите на нее, копируйте ссылку и вставьте ее в шаблон «Видео» на платформу. Все готово. На сайте Vimeo найдите расположенную под видео кнопку «Share». Скопируйте ссылку и вставьте ее в шаблон «Видео» на Progress.me. Сохраните упражнение и видео появится на платформе. Теперь вы умеете интегрировать видео из разных ресурсов в ваши уроки на Progress.me. Шаблон «Fill in the gaps with words and phrases from the box» позволяет перетягивать из рамочки в текст пропущенные слова или фразы. Чтобы оформить этот шаблон, напишите текст и в квадратных скобочках укажите, какие слова нужно вынести из текста. После сохранения эти слова будут перемешаны и отражены в поле вариантов, доступных для перетягивания. При помощи шаблона «Тест» можно создать тест с одним или несколькими вариантами ответов. В поле «Question» введите первый вопрос теста. Далее задайте необходимое количество вариантов ответа. Кнопка «Add Answer» добавит вариант, а символ крестика удалит. Галочкой отметьте один или несколько правильных ответов. Чтобы добавить следующий вопрос, нажмите «Add Question» и повторяйте эти действия, пока не добавите все необходимые вопросы. Если по какой-то причине вы хотите оставить поле вопроса пустым, просто поставьте в него пробел. В этом шаблоне работает автопроверка. Ученик будет получать обратную связь автоматически по мере выполнения упражнения. Также в этом шаблоне можно активировать таймер, где устанавливается время, за которое ученик должен пройти тест. Ему не будут видны вопросы до тех пор, пока он не запустит таймер. Вы также можете установить количество баллов за правильные ответы на каждый вопрос в тесте, а после прохождения увидеть общую статистику. В этом режиме ученик видит правильные ответы только после завершения теста. Шаблон Article нужен для того, чтобы добавить статью. Вы можете ввести заголовок статьи, а также выбрать подходящую картинку. Вставьте текст статьи в поле для ввода текста. Progress.me поддерживает гибкий подход к форматированию текста. Вы можете выделить текст жирным шрифтом или курсивом. Можете подчеркнуть или зачеркнуть его. Еще текст можно перекрасить в разные цвета. Также доступно использование любых специальных символов и даже смайликов. Чтобы добавить смайлик, откройте контекстное меню правой кнопкой мыши и выберите пункт Emoji. Отредактируйте текст статьи по своему вкусу и нажмите на кнопку Сохранить. Этот шаблон можно использовать для заданий на перевод текста. Вы или ваш ученик можете активировать переключатель Translation, чтобы справа от текста статьи появилось окно для перевода. Ученик может выполнить перевод статьи и сохранить изменения. Шаблон Essay используется для подробных письменных ответов ученика. Чтобы создать его, выберите этот тип в шаблоне Article Essay Text. Помимо основного задания для упражнения, вы можете добавить заголовок или изображение. Сохраните упражнение. В появившемся поле ваш ученик сможет вводить свои ответы, а вы сможете редактировать их и давать обратную связь. Например, вы можете выделять красным цветом или зачеркивать ошибки, а синий или зеленый цвета использовать для исправлений и комментариев. Также для этих целей можно использовать переключатель Translation. Чтобы добавить аудио файл в ваш урок, выберите шаблон Audio and Script. Введите задание для упражнения и укажите путь к файлу на вашем компьютере. Для более быстрой работы файлы можно перетаскивать в эту область напрямую из папки на компьютере. При необходимости введите название для аудио, а в окно ниже можно поместить скрипт. Если нужно добавить в один шаблон несколько аудио файлов, нажмите кнопку Add New Oreo и повторите эти действия. Сохраните упражнения. Теперь это аудио можно будет прослушивать одновременно с учеником в виртуальном классе. Для того чтобы отобразить скрипт для ученика, откройте его и нажмите на иконку глаза. Если она синяя, значит ученик сможет просматривать скрипт. Шаблон Ввести слова в пропуске позволяет форматировать упражнения несколькими способами. Введите текст упражнения в это поле. Все, что заключено в квадратные скобки, после сохранения упражнения будет отображаться как поле для ввода с подсказками или без. Вот так будет выглядеть сохраненный нами текст. Разберем форматирование этого шаблона немного подробнее. Если оставить квадратные скобки пустыми, то у этого поля не будет автопроверки. Ученик сможет ввести в него любое слово или фразу, а вы сможете вручную отметить этот ответ как правильный или неправильный. Пока этого не будет сделано, форма для ответа будет подсвечена желтым. Если ввести в квадратные скобки слово или фразу, то в этом упражнении начнет работать автопроверка. У ученика будет три попытки, чтобы правильно ввести ответ. При желании можно добавить подсказку. Например, для упражнения, в котором слово нужно поставить в ту или иную форму. Для этого введите подсказку в квадратные скобочки, а через слэш введите правильный ответ. Тогда ученик будет видеть подсказку, написанную светло-серым цветом. Если в задании есть несколько одинаково правильных ответов, просто отделите каждый из них друг от друга при помощи правого слэша. Любой из этих ответов будет верным при автопроверке. Если вам нужно ввести несколько альтернативных ответов, но при этом вы не хотите давать подсказку, ничего не пишите перед первым слэшем, либо поставьте какие-нибудь нейтральные символы. Это один из самых часто используемых шаблонов на Progress.me. Один из лучших шаблонов для закрепления лексики – упражнение на совмещение слов с картинками. У этого шаблона есть три разновидности. Просмотрим каждую из них. Первый вариант – перетаскивание слов из списка. Загрузите картинку с компьютера. Их можно просто перетащить из папки или найдите при помощи Google. Выберите необходимую область картинки и нажмите «Сохранить». Добавьте подпись к картинке. Повторите эти действия с необходимым количеством изображений. Сохраните упражнение. Теперь ученик сможет совмещать слова и картинки. Во втором варианте этого шаблона ученику нужно будет ввести слово самостоятельно. Процесс его создания точно такой же, как было показано ранее. Нужно просто поменять вид упражнения. Третий вид предлагает ученику выбрать из трех вариантов верный. Введите варианты ответов через правый слэш. Если сохранить упражнение на этом этапе, то проверять его будет необходимо вручную. Чтобы включить автоматическую проверку, поставьте звездочку после верных вариантов. Используйте шаблон «Make sentences from given words», чтобы расставить перемешанные слова или фразы в нужном порядке. Напишите в это поле слова в том порядке, в котором они должны быть. Поставьте правый слэш между словами или фразами, которые хотите перемешать. Этот шаблон можно использовать не только для порядка слов в предложениях, но и для упорядочивания слов по возрастанию или убыванию какого-либо признака. Например, можно упорядочить наречи частотности от самого редкого к самому частому. Ученик увидит слова в случайном порядке и путем перетаскивания сможет выполнить задание. Шаблон «Выбрать правильную форму слова» используется, чтобы добавить в текст пропуски с альтернативными вариантами ответов. В нужном месте текста поставьте квадратные скобки и впишите в них через правый слэш варианты, которые будут отображаться в раскрывающемся списке. Поставьте звездочку сразу после правильного ответа. Если вы хотите проверить ответ вручную, то звездочку ставить не нужно. Вот так будет выглядеть этот шаблон в виртуальном классе вашего ученика. При помощи шаблона True or False вы можете составить популярное упражнение для проверки содержания текста или аудио. Пишите в это окно истинное или ложное утверждение о содержании текста и выберите правильный ответ из выпадающего списка. Добавьте необходимое количество утверждений. Если вы хотите добавить варианты, неизвестные из содержания текста, поставьте эту галочку. Теперь можно выбирать из трех опций. Сохраните упражнение. Вот так этот шаблон будет выглядеть в виртуальном классе. Шаблон Match Words разделяет на две колонки слова, фразы или предложения, которые затем нужно сопоставить между собой. Его можно использовать для совмещения слов в словосочетаниях, начала и конца предложений, слов и их переводов или значений, а также для многих других упражнений. Вписывайте необходимые пары в поля для ввода, при необходимости добавляйте или удаляйте новые поля. Шаблон «Составить слово из букв» очень полезен для тренировки лексики или прописания отдельных слов. В верхнее поле впишите слово, которое будет правильным ответом, а в нижнее поле при необходимости добавьте подсказку. Это может быть определение слова, его перевод или предложение, в котором это слово пропущено. Добавьте необходимое количество слов и сохраните упражнение. Вот так оно будет выглядеть в виртуальном классе. Шаблон «Sort words by columns» позволяет создать до четырех колонок категорий, по которым нужно будет распределить слова или фразы. Добавьте необходимое количество колонок нажатием на кнопку «Add new column». Введите их название. Под названием впишите слова или фразы, которые должны быть в данной колонке, отделяя их друг от друга правым слэшем. Вот так выглядит готовое упражнение. Шаблон «Sentence order» перемешивает порядок предложений или абзацев в тексте. Просто введите в правильном порядке абзацы, которые хотите перемешать, и сохраните упражнения. Система перемешает их, а ученику нужно будет восстановить правильный порядок путем нажатия на стрелочки вверх и вниз. Шаблон «Button» позволяет добавить ссылку на внешний сайт. Просто вставьте ссылку в это поле. При необходимости добавьте инструкцию и сопроводительный текст. При нажатии на кнопку ссылка откроется в новой вкладке браузера. Используйте шаблон «Note», если хотите добавить заметку для учителя, которая будет скрыта от учеников, или полезную информацию для ученика, которая будет выделена синим фоном. Выберите тип записи. Допустим, это будет заметка для учителя. Здесь укажите, будет ли текст заметки по умолчанию виден ученику. Оставьте значок глаза серым, если хотите сделать заметку видной только вам. В основное поле введите текст заметки и сохраните изменения. В том же шаблоне можно выбрать тип «Useful information». Сделайте запись видимой ученику, переключив значок глаза. Введите текст заметки. При необходимости выделите информацию цветом или жирным шрифтом. Шаблон «Words» позволяет создать список слов с их переводами или определениями для быстрого добавления в словарь ученика. Выберите язык озвучки. Пишите необходимое количество пар «Слово перевод» или «Слово определения» и сохраните упражнения. В виртуальном классе ученик сможет посмотреть слова, послушать их произношение и быстро добавить их в словарь для дальнейшей тренировки. Шаблон «Recording» позволяет ученику записывать свой устный ответ длительностью до 3 минут и сохранять его в виртуальном классе. Введите инструкцию для упражнения и текст, если необходимо что-то прочитать вслух или ответить на несколько вопросов. Выберите максимальное время записи от 30 секунд до 3 минут. Сохраните упражнения. Теперь ученик сможет записать свой голос в виртуальном классе. Запись можно поставить на паузу, сохранить, отменить или удалить. Шаблон «Divide in line» можно вставлять между упражнениями, чтобы разделить их в нумерацию. Просто вставьте его перед тем упражнением, нумерацию которого вы хотите начать со следующей цифры. Вы можете добавлять в свой урок PDF-файлы. Для этого выберите шаблон «PDF by Google Drive». Предварительно загрузите PDF-файл, который хотите импортировать на Google-диск – drive.google.com. Затем откройте правой кнопкой мыши контекстное меню этого файла и получите ссылку – кнопка «Get link». Предоставьте доступ к файлу каждому, у кого есть ссылка, и затем копируйте ее. Вернитесь на Progress.me и вставьте полученную ссылку в поле «Link». Сохраните упражнения. Чтобы встроить в Progress.me доску «Mira», добавьте шаблон «Board by Mira». На сайте «Mira» откройте необходимую доску и нажмите кнопку «Share». Выберите нужный режим доступа и копируйте ссылку. Вставьте ее в поле «Link» в шаблоне и сохраните упражнения. Теперь доска «Mira» появится в вашем уроке на Progress.me. Progress.me поддерживает импорт упражнений из «Wordwall». Чтобы это сделать, выберите шаблон «Wordwall». Перейдите на сайт «Wordwall» и под нужным вам упражнением нажмите кнопку «Embed». В открывшемся окне нажмите кнопку «Copy». Вставьте полученную ссылку в шаблон «Progress.me» и сохраните упражнения. Теперь ваш ученик сможет выполнять упражнения из «Wordwall» прямо на платформе «Progress.me». Чтобы импортировать упражнения из «Learning Apps», выберите этот шаблон в Progress.me и откройте сайт «Learning Apps». На нем откройте нужное вам упражнение, оно должно быть в публичном доступе. Скопируйте ссылку из поля «Share» и вставьте ее в поле «Link» в шаблоне «Progress.me». Сохраните упражнения. Теперь ваши ученики смогут выполнять упражнения из «Learning Apps» на «Progress.me». Справа от каждого шаблона располагается контекстное меню. Открыв его, вы можете выполнить ряд действий с шаблоном. Например, сбросить все ответы или отредактировать шаблон. Эти два действия доступны не только из режима просмотра и редактирования, но и из виртуального класса. Также вы можете изменить расположение упражнения или удалить его. Выберите пункт «Copy Exercise to», если хотите скопировать упражнения в другой курс или марафон, и «Move Exercise to», если хотите переместить упражнения в другой курс, марафон или раздел. Например, давайте переместим шаблон PDF из раздела «Vocabulary» в раздел «Grammar». В контекстном меню выберите пункт «Move Exercise to», далее выберите «Курс», «Модуль», «Юнит» и «Раздел». Готово. Теперь это упражнение будет находиться в разделе «Grammar». Теперь вы знаете, как при помощи конструктора курсов Progress.me легко создавать собственные интерактивные уроки на платформе. Экспериментируйте с порядком и содержанием шаблонов, чтобы сделать ваши курсы именно такими, какими вы хотите их видеть. И, конечно же, продолжайте следить за нашими обновлениями. Возможности платформы будут продолжать расти и улучшаться. Расслаб Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...